ДТП в Новашине закончилось криминальной драмой. Там убита известная гадалка и целительница Надежда Варфоломеева. Лечиться к ней ездили буквально со всей России. Погибла она при крайне странных обстоятельствах. По версии следствия, ее убийца таксист Юрий Ананин, который сначала случайно сбил женщину на машине, потом попытался помочь ей и оказать помощь, а потом задушил ее, а тело сжег и спрятал в лесу. Но останки правоохранительным органам удалось найти, а Юрий Ананин пошел под суд. За что женщину убили? Как так получилось? Объясните, пожалуйста. Ее вшип на машине. Она сломала руку в кисти. Он ее повез в больницу. Надо было не возить больницу. У нас было ГАИ вызвать и скорую. Он дурак. Водил-водил там по кабинетам. Ей сказали смещение. Она сначала на 15 тысяч, вроде, договорились. А потом она начала в 10 раз больше с нее требовать. Шантажировала хорошо. Ей что? У нее деньги? Лопатой гребла. Она же не гадала, и все на свете. Она и так здесь столько денег зарабатывала. Они к ней сколько ходили, ей сколько денег. Она не просто вот бывает, чувствуется, у человека денег нет. Она с ним разговаривать не будет. Кто ее знает? И гадала, и целила. Как я буду работать теперь одной рукой? Я получаю 150 тысяч в месяц. Зарабатываю. Теперь как я буду работать? Сильно много запросила. У них кредит, зарплата, семья. Семья рушится. Он сказал, дома ураган будет. Перепугался, наверное. Сожалеете содеянным? Да. Он ушел. Сказал, я повешусь. Позвонил от сенегатого. Я говорю, ты что, с ума сошел, что ли? Он так рассчитывал, что он повесится. Ну, может, силы воли не хватило. Он объяснил в ходе следствия, следователь все объяснил, зачем он это сделал и как он это сделал. Там на несколько листов он все подробно рассказывает. Цинично и не выбирая фактические выражения. Как он это все делал? У него третий эпизод такой же. Он осознал это? Если он вину признал. Если он вину признал. И третья статья такая же. Это он признал? Да его довести до такого состояния надо под соль и съесть. Как она могла его довести, я знаю. Кстати, Юрий Ананин свою вину признал. И теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.